Вошедшая в отечественную историографию русско-турецкая война 1735-1739 годов ознаменовалась известными походами Миниха и Ласси в Крымское ханство. Это были не завоевательные походы, это были кровавые и разрушительные рейды, часть задуманного плана, выполненного почти безупречно наемными военнослужащими правительственной верхушки Петербурга. Цветущая крымско-татарская держава впервые за время своего существования лежала в руинах. Почему же это произошло? И почему крымские аскеры, которые все еще пользовались авторитетом, как одни из лучших воинов в Европе, не предотвратили эту катастрофу, не сумели защитить свои семьи и родину? Ответ прост. Их попросту не было в ханстве. В 1735 году Крымское ханство в союзе с Османской империей выступило в поход против Персии. Более чем 60-тысячная крымская армия двинулась к Дагестану, где разворачивались главные военные действия. В крымско-татарском государстве оставалось только ополчение. Воспользовавшись этой ситуацией, Россия вторглась в Крымское ханство. Каплан-Герай-хан, как только услышал об опасности, развернул свои войска обратно, но долгий утомительный переход с Северного Кавказа и суровая зима стали существенной преградой к действиям на опережение врага. Итак, первым отличился фельдмаршал Мини. Весной 1736 года он прорвался через Оркапы, разорил и сжег Кезлев. Затем в столицу ханства Бахчисарай и Акмисджит. После чего с большими потерями спешно покинул полуостров. А уже на следующий год миссию разорения продолжил фельдмаршал Ласси. Собственно, о деяниях последнего в ханстве сегодня и пойдет речь. Пирс Эдмон де Лесси, более известный как Петр Ласси, этнический ирландец, начал свою военную карьеру во Франции, продолжил в Австрии и в 1700 году поступил на русскую службу, где и дослужился до генерала фельдмаршала. Имя Ласси было известно в российской армии со времен Северной войны, точнее в последние ее годы. Он был учеником Шереметьево и его привлекали главным образом не для сражений, а в карательных акциях. И этот факт подтверждает российский историк Сергей Соловьев. Вот что он писал. Через некоторое время он же был избран для того, чтобы высадиться на шведские берега и опустошить их, сжечь три городка, 19 приходов, 506 деревень. И вот такой человек, известный каратель Петр Ласси, спустя 16 лет шел на Крымское ханство, завершить годом ранее начатое дело своего небезызвестного предшественника Миниха. Стратегический план России заключался в том, чтобы любыми средствами обессилить южного противника, а возможно, если повезет и завоевать часть земель. На том, чтобы новый поход возглавил Ласси, настоял Миних. Сам он не без оснований опасался крымских татар, не сломленных катастрофой. К весне 1737 года жители ханства отстроили свои дома. Частично восстановили сожженные города и хозяйственные угодья. Вновь засеяли поля хлеба. Но едва земля начала приносить свои плоды, как снова разлетелась весть, что русские полки вторглись в пределы ханства. Разоряют, придают огню Нагайские села и движутся в сторону Оркапы. Армия Ласси состояла из 20 тысяч пехотных, 13 тысяч драгунских полков, 11 тысяч казаков и калмыков, общей численностью чуть более 40 тысяч, а также из отрядов ополченцев, вместе с которыми численность войска превышала 100 тысяч человек. В своем продвижении от Азова к сердцу крымского ханства фельдмаршал активно применял редкую на то время так называемую тактику выжженной земли. Другими словами, после себя армия Ласси не оставляла ничего. Она уверенно двигалась к намеченной цели. Известие о том, что за год крепость Оркапы была восстановлена, и что именно там сейчас находится новый крымский хан Федр Герай с войском, изменили планы Петра Ласси. Он не был готов вступать в генеральный бой с крымско-татарской конницей, несмотря на то, что его армия превосходила по численности крымцев. Близ ногайского городка Яниче, современный Геническ, он отдал распоряжение форсировать Сиваж и вступить на Арабадскую стрелку, и тем самым вторгнуться на полуостровную часть крымского ханства. Сиваж был преодолен с помощью наведенного наплавного моста в узком месте залива. Да и то мост понадобился лишь на протяжении 200 метров. Остальной путь был частично доступный для пешего марша, либо его можно было форсировать вброд. Переправившись через Сиваж, фельдмаршал планировал маршем преодолеть Арабадскую стрелку и с помощью параллельно двигавшейся вдоль стрелки флотилии вице-адмирала Бределя штурмовать крепость Арабад. А далее двигаться либо к Кефе, либо в сторону Керчи. Неизвестно, как бы далее разворачивались события, если бы в Азовском море неожиданно не появилась османская флотилия, сорвавшая честолюбивые планы фельдмаршала. Вполне возможно, уже у крепости Арабад Ласси потерпел бы неудачу от крымских татар и был бы разбит, так как известно, что ханское войско заняло крепость и ее фланги, полностью перекрыв узкий перешеек между Сиважем и Азовским морем. Да и сама крепость была довольно мощным фортификационным сооружением. Противостоять османским судам русские были не в силах, и Ласси в начале июля 1737 года отдает распоряжение переправляться по наплавному мосту через Сиваж на полуостров. Высадка происходила с устья реки Салгир. Уже 14 июля российская газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщала. Атаман Ефремов, который с легкой партией у казаков и калмыков против урочища Сангуру в Крым переправился, более 20 жилых городков и деревень разорил, получа знатное число лошадей и скота в добычь. И таким образом сия крымская экспедиция с божьей помощью с добрым успехом начата. И далее внутрь Крыма, вокруг около 50 верст, а на Ипаче по реке Карасук до 40 деревень выжгли и разорили. И взяли в плен 47 человек, а прочих побили и покололи и отогнали верблюдов и рогатого скота и овец более 20 тысяч. Одним словом, солдаты и казаки, едва высадившись, тут же принялись сжечь жилища прибрежных татар. Затем планомерно были выжжены городки и села, в среднем в течение Карасу и Салгира. Находившийся в армии Ласси немец Иоганн Лерхи писал, что еще до взятия Карасубазара русскими солдатами, казаками и калмыками было сожжено около 300 деревень. Армия под началом фельдмаршала Ласси медленно продвигалась к одному из крупнейших городов Крымского ханства, цветущему культурному центру Карасубазару. В тот период в городе насчитывалось более 6 тысяч домов и 36 мечетей. 14 июня город без сопротивления был взят, и русская армия буквально обрушилась на мирных жителей. За один день город превратился в груду развалин. Людей грабили и убивали, не разбирая. Отметим, что в Карасубазаре проживали не только крымские татары, но и крымчаки-караимы-армяне. Участник этих походов Христофор фон Манштейн упоминал в своих мемуарах, что казакам и калмыкам было велено идти в горы, сколько можно далее, и сжечь все жилища татар. После такого варварского погрома некоторые города и около тысячи деревень были стерты с лица земли. Спустя некоторое время на берегу реки Карасу часть русского войска была атакована крымско-татарской конницей. И в этот же день Ласси, опасаясь, что объединенное ханское войско ударит по его армии, отдал распоряжение начать отступление на север, к Севашу, а оттуда – к городку Яниче. Русские спешно отступали, преследуемые крымско-татарскими аскерами. В это же время крымский хан Фед Герась с 40 тысяч воинов принял решение выйти за Оркапы, продвинуться к Яниче и здесь дождаться армии Ласси. Но по непонятным причинам так и не решился атаковать отступавших русских, за что в скором времени и был переизбран бейской верхушкой. За два года ханство было варварски опустошено. Австрийский капитан Парадис, который находился в армии Ласси, свидетельствовал о том, что в начале военной кампании за русским войском тянулся огромный обоз пустых телег. В них складывали награбленное имущество те самые мародеры и поджигатели России, которые позже войдут в историю как «герой». Никто не оставался без добра, отобранного у вчерашних жертв, мирного населения ханства. Только в северной, степной части полуострова солдаты и казаки, согласно Манштейну, привели в лагерь 300 тысяч валов и свыше 100 тысяч баранов. В конце XIX века о подвигах Ласси писал этнограф и крымовед Евгений Марков. Граф Ласси с той же немецкой отчетливостью занялся опустошением степей и разорением городов. Он сжег тысячу деревень, уцелевших от рук Миниха, по той только причине, что они были в стороне от его пути. Удачная работа разлакомила знаменитого фельдмаршала, и на следующий год, 1738, он опять отправился походом в Крым, прямо через севаж, обмелевший от западных ветров. Но поход оказался невозможным по той простой причине, что в Крыму ничего не осталось после походов 1736 и 1737 годов, и войско не находило себе никаких средств к прокормлению. Действительно, в 1738 году Ласси снова готовился повторить свой прорыв в ханство. Только на этот раз его целью были еще не разграбленные города Керчь и Кефе. Несмотря на то, что Россия вот уже как два года нарушила условия последнего прудского мира своим вторжением в пределы Крымского ханства, Османская империя выступает инициатором нового мира. Она предлагает сесть за стол переговоров России и Австрии. Последняя, не без участия России, не так давно находилась в состоянии войны с портой. Итак, городом для мирных переговоров был выбран Немиров. И первое заседание Конгресса состоялось в Немировском дворце князей Потоцких 16 августа 1737 года. Почувствовав себя вольготно после разрушительных походов в ханстве, представители российской стороны сразу же предложили явно завышенные и неприемлемые для порта условия. Они предложили туркам предоставить России права черноморского судоходства, передать ей принадлежавшие ханству Буджакскую степь до Дуная и за Кубани, а также предоставить Молдавии и Валахии независимость под покровительством России. Более того, Петербург требовал передать России крымский полуостров. Обосновывали они это требование тем, что разоренный полуостров нужен России не ради какой-либо для нее выгоды, а только для спокойствия государства, тем более, что порта не имеет от этих диких народов никакой пользы. Естественно, османские дипломаты ответили послам России категорическим отказом, напомнив им, что своим торжением в Крым сами же российские войска понесли огромные потери. Удивительно, но порту поддерживала союзница России Астрия, что, собственно, позиции посланцев султана на переговорах только укрепились. Однако пришло известие о бесславном отступлении армии Петра Ласи из Крыма. Турки тут же заявили, что требование Петербурга – вещь просто неслыханная, что Россия посигнула на честь династии Гераев, которая сама не так давно еще платила дань. Да и вообще, таких уступок можно требовать лишь после полного разгрома султанской и крымской армии, а до этого еще было далеко. Русские представители и сами понимали, что требования предъявили непомерные и снизили их до передачи Азова, Чакова и крымско-татарского Акенбурна. Но было поздно. Турки не могли не прийти к выводу, что переговоры на таких условиях – сплошная фикция, затеянная, чтобы тянуть время. На следующем заседании конгресса османы заявили, что отказываются далее продолжать переговоры, которые именно русская сторона сделала невозможными. И 10 октября посланцы султана покинули Немиров, не имея, как они выразились, права вести переговоры на подобных условиях. Затем из Немирова уехали и австрийцы.